Все началось с искривления позвоночника. В раннем возрасте Сергею Солосалову врачи поставили неутешительный диагноз – сколиоз. Недолго думая, отец принял, как потом оказалось, правильное решение. Привел 11-летнего сына за руку в тренажерный зал. Спустя 4 года молодой человек вспоминает об этом с благодарностью. Самое тяжелое, как я знаю, это именно прийти в зал и начать тренироваться. Дальше там идет все по накатанной. То есть нужно перебороть себя и просто начать. Сергей родом из Белгородской области. Четыре года назад с родителями переехал в Щелково, учится в 16-й школе. Первый снаряд, который Сергей мог с трудом оторвать от груди, был 17-килограммовый гриф штанги. Через полгода регулярных тренировок Солосалов впервые появляется на соревнованиях. Решающий момент, который и сегодня вызывает у парня – смешанные чувства. Сильно волновался. Первые соревнования. Ты лежишь перед такой огромной толпой, и они все на тебя смотрят, а ты там пытаешься пожать вес, волнуешься, и тяжело было. Первый же выход на помост принес Сергею победу. Признание судей подтолкнуло парня к целеустремленным занятиям пауэрлифтингом. Вес штанги, который он мог поднять на скамье, рос изо дня в день и сегодня превышает его собственной вдвое. Вообще была цель изначально пожать в два раза больше собственного веса. То есть я весил до 90, ну я постоянно пытался догнать его там, когда весил 80-76, 77, мешал 150, и вот это вот постоянно не давало покоя. А вот на этих соревнованиях уже смог преодолеть эту отметку, два своих веса. В семье Солосаловых все занимаются спортом. В пандемию, когда все клубы закрылись, свой зал оборудовали дома. Тренирует Сергей его отец. Кстати, тоже Сергей. Он делал, делал очень легко это. То есть это не то, что там как-то натужные усилия у него там были на каждой тренировке. То есть он делал легко, вес рос постоянно. То есть та нагрузка, которая была на предыдущей тренировке, на следующей уже была ему маленькая. Вот, наверное, первое соревнование, самое большое волнение было. А сейчас он, ну, практически на всех очень спокойный. Буквально на раз, два, три. Вот сейчас проходит тренировка. Вот с какими весами работает, кажется? Сейчас 125 килограмм, но это разминочный вес еще. На самом деле, ну вот сегодня будет подниматься до 150-150 на пять раз. Вот у него будут рабочие подходы. Регулярные тренировки дали свой результат. В августе на открытом Кубке Европы по силовым видам спорта среди юношей 13-15 лет, весовой категории до 90 килограммов, Сергей Солосалов установил мировой рекорд. Поднял штангу в 180 килограммов, побив рекорд канадца Охал Рана Гайба 2013 года на 7,5 килограммов. Доми, 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 доми! Первая попытка у меня была 170 килограмм. Насколько помню, я довольно легко пожал. Потом 175, там уже трудноватенько. И вот 180, это прям впритык. То есть прям еле выдавил на пределе сил. Будущее Сергей Солосалов хочет связать со спортом. Много где, конечно, хотелось побывать. В основном за границей, там, не знаю, какой-нибудь Арнольд Классик или где-нибудь еще. Вот в Ирландии должны были быть соревнования в сентябре. Но вот из-за вируса, из-за этого не получилось. Так бы поехал. Отец не против увлечений сына, но рекомендует ему получить долговечную профессию. Несмотря на выдающиеся успехи, учеба для Сергея на первом месте. Михаил Налетов, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.